ребята всем привет сегодня наконец-таки я помыл свою машину мальчика так что сейчас будем снимать обзор обзор машины хотел давно выложить рассказать чё как где чё лежит как тут кабина устроена ну и в общем собственно да вот этот вот аппарат сейчас мы вам покажем так ну начнем мы с самого основного наверное как другой легковушки мы откроем капот вот это у нас капот в этом вот так вот с таким вот звуком так что находится у нас здесь здесь у нас находится жидкость сцепления педали сцепления здесь у нас тормозной кран вот здесь у нас газулька вот она так как газует блин так дальше масляная заливная горловина я ее пати она потерялась я забыл ее поэтому сейчас стоит время на пакетик но функция это неважно так дальше здесь печка салонный фильтр как называется это то видел предыдущее видео расширительный бачок ну все в основном тут ничего такого нету там кабину поднимать не будем смотреть двигатель вот я так в общих чертах расскажу это получается шестерка ряда 330 лошадей турбированный двигатель с дизельные соответственно все дальше идем так ну бампер оптика оптика конечно не родная но довольно таки неплохая нормально лично манов у всех как и я не знаю у кого какая вот у этих моделей в жопе находится воздушный фильтр короче чтобы его поменять надо залезть вон туда вниз и поменять этот фильтр это не очень удобно ребята кто ездит на камазиках конечно у вас все круто все удобно резина резина понятно резина у нас тут такая стоит будьер 22 с половиной так дальше переходим это такие бардачки где находится всяких вам всякая запчасти но ничего интересного закрылись кабину мы вернемся чуть позже ну пробежимся в общем по кузову по машинке чё у нас это порт получается кузов кузов бортовой 40 кубов получается тент сверху штора по бокам просто открывать сзади ворота аккумулятор это ресивера здесь когда-то был бак но его уже нет он видимо стал лишним в этой машине дальше идем там запаска у нас находится видите все чистенько сегодня отмыли здесь фаркоп вот такой вот прицеп возить но прицеп я не вожу дальше так ну вот соответственно ворота сейчас вот открою открываем до этого мои видео соответственно вот такой соответственно вот он вот такой кузов 6 метров длина 6 10 быть точнее нормальный такой хороший деревянный пол в общем все идем дальше так этого запаска такая вот ничего пойдет такая нормальная запасочка идем дальше так здесь это у нас это ящик в котором сейчас откроем вот там тоже как обычно всякие запчасти инструменты и все такое пригодится в дороге для любых там ремонта все остальное это бак бак получается на 400 литров нормально хватает где-то на тысячу километров примерно может чуть больше так дальше здесь у нас бардачок такой же вот мы сейчас его откроем вот там находятся тоже всякие всякие короче так все закрыли так все ребят сейчас мы находимся уже в кабине часа расскажу в общие общие функции и чё как выглядит так ну в общем по мелочи расскажу так по приборкам туда-сюда сейчас быстренько пробежимся так начнем вот это вот печка вот это вверх-вниз ноги вверх так это вот она включается выключается это стеклоподъемники вот так продемонстрируем вот вниз вверх вот так вниз вверх для машина с электростеклоподъемниками так дальше это свет в салоне вот вот наверно видно так и это у нас так прикуриватель 1 2 2 прикуривателя пока на 24 потом буду переделывать на 1 на 12 это люк электро люк вот сейчас он вот так вот открыт еще он открывается так закрыт он полностью открывается то есть то есть вот так вот вы сможете спокойно выйти и посмотреть чего находится за люк а так дальше это у нас получается тоже 12 вольт розетка она у нас получается так это у меня зарядники всякие вот я сделала такое включил выключил так вот последнее что у нас это находится панели так это регулятор автономки вот у нее идет это сюда она дует вот так вот воздух у нее получается отсюда идет туда и его там вот она сама находится вот она там работает короче вот так вот так вот еще что забыл по этой панели сказать так здесь вот видите вот такая вот фольга может у кого-то возникают какие-то вопросы когда будет смотреть это видео и непонятки вообще что это такое это я заклеил шумкой но машин который проклеивают там получается такой же дефлектор до тут дефлектор стоял воздушной печки то есть когда мы едем он холодный можно включать можно выключать но зачастую машине лет очень много и он постоянно идет холодный то есть не равне работает уже задвижки и чтобы сделать такой вот вывод чтобы зимой не мерзнуть я короче его заклеил ну и соответственно забыл еще вот здесь вот такие есть пепельницы тоже со всякими прибамбушками вот они две так все перешли мы к спальному месту то как называемую дивану так расскажу еще по бокам по бокам здесь есть вот такая вот шторка это тоже я когда-то делал вот их две одна и вот здесь это можно зашториться полностью и все и не и спать дальше есть так это освежитель здесь такая вешалка так есть вот такие вот еще шторочки ребят смотрел видео видит это вот так полна полностью можно все за шторить и спать спокойно и никак никто тебя тревожить не будет так вот здесь вот есть такой кармашек вот здесь у нас так находится в этом кармашке у нас находится огнетушитель вот потом там и тоже опять мелочевочки есть такое пространство для каких-то щеток вот ведро допустим там сполоснуть чего-нибудь переходим сначала к верхнему спальнику здесь вот у нас есть такая сеточка видите туда можно положить одежду в основном что я и ложу туда я ложу туда одежду она вот так вот у нас убирается так раз так сейчас попытаемся принципе чем мы уже и сделали опустить на спальное место так здесь что первую здесь есть такой свет вот он сеточка допустим телефон положить чтобы утром не проспать не по не будильник подушка одеяло принципе все как надо спальник отличный удобный поэтому он очень мягкий очень приятно спать заправляем обратно все вот так он зафиксировался обратного вот сюда ставим вещи так все теперь непосредственно переходим нижнему нижней это такой спальник вот раньше он был просто вот как вот этот вот был вот такой лежал на полу у кого-то если у кого-то есть такие машины может быть они еще знают их может есть такое он меня долгое время лежал и менее удобно было так вот просто посидеть или полежать расслабиться то есть когда я работаю поэтому мебельчики друзья мои сделали мне такой спальник вернее мы с ними сделали вот так вот он поднимается вот так вот он может фиксироваться и смотрите дальше так чего у нас тут есть здесь есть разные отсеки вот там дальние отсеки там что-то там за какие-то тоже опять всякие могут быть запчасти здесь у меня так и здесь все что можно здесь лежит тоже какие-то запчасти туда-сюда здесь плита на чем готовлю там пакеты разные чайник там опять у меня разменная рабочая одежда вот все дальше идем вот так вот здесь вот такая вот модная подсветка вот так вот она светится дальше так здесь врезан ящик ящик это как столик здесь я сделал вот такой вот раз ключик чтобы он на ходу не выезжал когда тормозим вот такой вот ящик вот так мы покушали там пообедали позавтракали все и так вот спокойненько раз и задвинули его раз на замок и все то есть он уже никуда не денется так ну и завершающему завершающему чуя не рассказал это про и коробку передач работ такая вот у нас коробка передач так получается это zf 16 zf 16 16 скоростей получается здесь делитель вот так раз этого второй ряд 4 передачи так так и первый ряд это только 4 передачи у нас вот так вот и все получается и есть стоит еще делитель на передачах вот это половинки делить половинки вот раз раз как бы очень удобно коробка вообще многие хвалят эту коробку она реально очень удобная если там по горам где-то как-то не надо постоянно переключать просто можно раз флажком пользоваться и все как бы мне это очень нравится в этой машине да она не автомат да она старенькая но она работает она такая вот машинка так здесь на дверях пройдемся на дверях здесь вот у нас вот такие ручки открывания здесь у нас есть кармашки вот сюда нужно вот воду я ставлю там потом всякие салфеточки лежат в общем нормально там зеркало заднего вида это не родные зеркала это китайские зеркала на самом деле на чем видно да фуфло такое вот она уже начинает отходить наверное их выкинуть скоро будет пора но видно будет идем дальше здесь здесь у нас так вот это вот свет освещение вот освещение этого речка это у нас противотуманные здесь двое противотуманных фар две пары это у нас противотуманные а это как бы ходовые вот есть ходовые это вот нарисовано вот нарисована блокировка блокировка моста заднего это поняли да блокируются колеса и то есть все вместе это подогрев это подогрев у нас получается осушителя воздухом но дальше так это свеча накала свечка зимой нигде надо пользоваться это манометр воздух у нас давление в системе но это вот кнопка верхних туманных противотуманных фар это галогенки сверху их принципе я никогда не только мы не включал дальше ручной тормоз у нас здесь находится так здесь у нас пульт управления автономка это уже двигателя мокрый вот вот он включили тут выключили вот так вот здесь таймер есть все такое так замок зажигания соответственно дворники соответственно поворотники вот и также дальний ближний дальний здесь по кабине идем так идем наверх это у нас свет когда открываем дверь или просто хотим включить рация рация такая вот у нас старенькая но рабочая магнитола стоит динамичек рации такой так это колоночки перемещаемся здесь здесь телевизор это тоже когда отдыхаешь можно посмотреть телевизор так здесь у нас бардачок ну так всякие вот видите всякие карты всякие тут все чего нужно короче все что хочешь там даже вот так вот здесь опять же у нас идет вот такой бардачок здесь вот карты тахографа вот супер клей короче ну всякие всячины идем дальше здесь тоже опять такой у нас светильничек здесь это получается так тоже бардачок здесь у меня там всякая тоже там еда и контейнеры и только вот такая мелочевка потом пош торком по козырькам здесь такая интересная система она мне очень нравится но так как можно сделать и вот так вот раз отпустить только надо хоть вот так вот отлично очень отлично здесь полка такая здесь навигатор здесь и документы и все 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 короче вот такой немножко беспорядок но нормально на этой стороне у нас получается здесь так есть вот такое вот пространство это как бардачок здесь должен быть но его почему-то нету не знаю я почему здесь идет у нас получается крышкой там под ней блок предохранителей стоит так что если но прикол есть в этой машине что если что можно вот так поднять вот эту крышечку вот и там получается вот он блок стоит там провода можно даже что-нибудь спрятать если честно мы закрываем аккуратненько так ну и соответственно здесь с этой дверью у нас это же самое так на панели приборов что у нас осталось тахометр такой тахометр спидометр он же на как называется шайба это у нас получается такой тахограф тахограф шайбовый вот он работает вот он видите пишет все как все положено сколько я ехал сколько отдыхал по времени и вот так вот он идет на двух водителей то есть вот а я один водитель вот там 2 водитель вот он так вставляешь закрывая раз все вот это вот вот это вот мы едем вот это едем работаем это нолика ремонтируемся это спим так вот один в 1 водитель 2 водитель это пробег пробег уже там довольно таки большое но это не родной пробег потому что не родной тахограф дальше у нас здесь температура Двигателя Потом масло от давления двигателя Так, это контуры воздуха Которые не работают Они все время завышенные Это топливо Которое показывает в баке Ну все, ребята Вот так вот закончился обзор Мана Если где-то что-то я вам не показал Не заснял Обязательно пишите мне в комментариях Все покажу, расскажу Где-то что-то засниму Всем спасибо, кто смотрел это видео Спасибо за просмотр Не забывайте подписываться на мой канал Ставить лайки И все, всем пока